Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. В сегодняшнем выпуске я, Влада Васильева, расскажу, какие выставки могут успеть посетить гомельчане, а также познакомлю с другой полезной информацией. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность. Осадки маловероятны. Воздух прогреется всего до 17 градусов. Ветер юго-восточного направления скоростью до 7 метров в секунду. До конца недели в Музее истории города Гомеля проходит выставка фотографий «Колесо жизни белоруса». Нам всегда интересно заглянуть в прошлое, особенно если это прошлое одной семьи. Рассматривая старые фотографии, задумываешься о влиянии на нас, наших корней. Эта экспозиция стала своего рода продолжением проекта «Белорусский семейный альбом». В старых фотоснимках целая жизнь в череде событий. Шесть оборотов – колеса жизни. А до 6 октября гомельчане могут познакомиться с выставкой работ фотографа Еленки Донбровой. История экспозиции под названием «Игра света и тени» началась еще в 2009 году. Затем казалось, что кроме пары снимков больше ничего не получится. Еще четыре года идея не реализовывалась. Многие фотографии ушли в корзину, но со временем у автора сформировался подход. Были поставлены конкретные рамки. А это отсутствие монтажа и серьезной обработки. Хотелось не нарисовать и не придумать, а именно увидеть и запечатлеть. Что из этого получилось, узнают гости музея истории печати и фотографии гомельщины. В Дворце Румянцевых и Паскевичей продолжает работу художественная выставка под названием «Древнейший из искусств». Она посвящена графике. В экспозиции более 80 работ из фондов музея, выполненных в разных техниках. Они охватывают период с 17 по 20 века. Гости Дворца увидят графические произведения минувшего столетия, росписи, гравюры. А также рисунки, сделанные на пергаменте и бумаге. Все работы демонстрируют неограничные возможности графики. Как правило, изображения хранят первое прикосновение к бумаге, первый полет мысли. И в этом особая прелесть графики, которой многие ценители отдают предпочтение перед живописью и другими видами искусств. Познакомиться с этой коллекцией графики можно до 8 ноября. Музей автографа приглашает на художественную выставку «Тетрис». Ее авторы – воспитанники Гомельского государственного художественного колледжа. В экспозиции работы в технике рисования маслом на холсте. Натюрморт, портрет, фигурная композиция, человек в интерьере, пейзаж. Во все времена взгляды людей привлекали естественная красота, сельские пейзажи с простым бытом. Этого так не хватает жителям больших городов. В работах молодых художников интерьерный жанр, который больше, чем натюрморт, раскрывает жизнь человека через мир вещей и через обстановку. С живописью Норика Сребекиана знакомит библиотека имени Герцена. Экспозиция под названием «Камень преткновения» открылась в рамках проекта «Живой автограф». В ее основе картины выполнены в технике масляной живописи. Гомельчане увидят работы, написанные художником в 2020 году. Название экспозиции дала одна из картин «Камень преткновения». На выставке раскрывается ее тайна, в основу которой положен вечный круговорот жизни. К следующим новостям. Театр Клоунады и Пантомимы Беслов Гомельского центра инклюзивной культуры готовит премьеру. Зрителям представит комедийный спектакль «Дурдом в коммуналке». В постановке участвует большая часть труппы театра Клоунады и Пантомимы. Ее героини – женщины, проживающие на одной территории. Зрители окунутся в мир женского юмора, который понятен каждому. Причем интересно будет и женщинам, и мужчинам. Авторы обещают, что никто не успеет заскучать. Зрители будут ждать 10 октября в Центре инклюзивной культуры. Начало спектакля в 5 часов дня. Возрастное ограничение 18+. 14 октября Гомельчан ждет концерт вокального ансамбля «Камерата». За время его существования заслуженный коллектив Республики Беларусь прошел путь от ансамбля, основанного на общих интересах участников, до профессионального коллектива. «Камерата» – это высочайший уровень исполнения и авторская музыка, которая вбирает в себя элементы многих известных стилей и направлений. Исполнительская манера музыкантов основана на использовании пения акапелла в сочетании с техникой микрофонного пения, с одновременной обработкой голосов посредством электроники. Некоторые композиции не содержат ни единого слова. Это настоящие звуковые полотна, которые передают эмоции, а не песену смысл. Организаторы обещают зрителям впечатление, будто перед ними выступает Большой симфонический оркестр, поддержанный самыми экзотическими инструментами. Приходите 14 октября в городской центр культуры. Начало концерта в 19.00. А по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор с интересными гостями в студии. Не упустите хорошую возможность провести вечер всей семьей у телеэкрана. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Сегодня вечером в эфире телеканала «Беларусь-4» Гомель фильм «Список контактов». Главный герой кинокартины Джонатан не чувствует, что живет. У него нет девушки, нет семьи и друзей. Им движет только карьера. Однажды, засидевшись в офисе, он знакомится с харизматичным и бойким молодым адвокатом. Они быстро находят общий язык и оказываются в ночном клубе, где Джонатана знакомят с женщиной, о которой он и не смел мечтать. Так у него появляется все, чего ему так не хватало. Но вдруг становится понятно, что адвокат далеко не безгрешен. Его вмешательство в судьбу Джонатана не бескорыстно. О том, каким было развитие событий, смотрите сразу после передачи «Добрый вечер, Гомель» в 21.30. Далее рубрика «Есть вопрос». В этом выпуске адвокат Оксана Старовойтова расскажет об определении места жительства детей и установлении порядка участия в воспитании ребенка отдельно проживающего родителя. В настоящее время супруги очень часто обращаются для определения порядка общения, а также места жительства детей. Место жительства детей обычно определяется, когда супруги расторгают брак и начинают проживать раздельно. Статьей 74 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье предусмотрено, что место жительства ребенка определяется по месту жительства его родителей. В случае раздельного проживания родителей, место жительства ребенка определяется по соглашению между ними. Оно может быть как письменное, так и устное. Также место жительства ребенка можно определить и при заключении брачного договора, или соглашении о детях. В случае недостижения консенсуса данный вопрос можно передать на рассмотрение в суд, то есть подать иск об определении места жительства ребенка. И суд при учете определенных обстоятельств, кто из родителей больше уделяет внимание ребенку, кому ребенок больше привязан, с учетом возраста ребенка, материально-бытовых условий, характеристик родителей, характеристик с работы, с места жительства, их материального обеспечения, определит место жительства ребенка. Однако всегда нужно учитывать, что стороны могут быть недовольны данным решением суда. И в данном случае я бы рекомендовала обращаться лучше к медиатору, который поможет разрешить данный спор, и будет заключено медиативное соглашение. Кроме того, данное решение, оно не постоянное, то есть можно до достижения ребенком совершеннолетия обратиться в суд при изменении обстоятельств и поменять место жительства ребенка. Что же касается порядка общения, то оно определяется, когда родители не могут договориться, когда отдельно проживающий родитель будет брать ребенка и проводить с ним время. То есть судом определяется длительность встреч, место встреч, а также те дни, когда должно происходить это общение. Но опять же я хочу обратить внимание, что лучше обратиться в добровольном порядке к медиатору и урегулировать данный вопрос. Это был Утренний Фрэш. Хочу пожелать легкого и продуктивного дня и только солнечного настроения. Оставайтесь на Беларусь 4, Гомель. Редактор субтитров А.Семкин